подписывайтесь на канал ставьте лайки и ждите новых интересных видео всем привет сейчас я вас хочу научить как бросать штрафной бросок ну то есть хочу научить не как например бросать например трехочковый бросок когда вы бежите 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 тык финт 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 и бросили нет или там когда вы идете там из-под кольца бросили забили не тут именно штрафной бросок когда у вас есть время подготовиться когда у вас есть время ну как примеру как вам удобно там поставить, повернуть мяч, ну, там, подумать, как вы бросите, там, присесть, рассчитать силу и бросить мяч, вот, поэтому, ну, нужно очень правильно бросать мячик, ну, со штрафной линии, когда вы бросаете штрафной бросок, чтобы забивать всегда, потому что тут, когда вы бросаете штрафной бросок, вам абсолютно никто не мешает, вы стоите один и бросаете, то есть, это все равно, что, ну, как, играть против баскетбольной команды, там, где никого нету, то есть, это просто шанс забросить и все, но если вы его не реализуете, ну, это будет не очень классно. Ведь все-таки такие моменты надо реализовывать. Итак, как же бросать этот штрафной бросок? Ну, я вам сейчас буду показывать на мячике баскетболь, ну, вот этот вот мячик, он, вот, семерка, я с ним просто очень часто играю на улице в баскетбол, и он стал очень грязным. Когда я его мою, я потом опять выхожу гулять, и он снова становится грязным. Видите, какой он уже, все у него облезло, все, весь он уже какой страшный. Поэтому я вам покажу все это на моем маленьком мячике. Это троечка, в ней я, ну, с этим мячиком я играл в детстве, когда был совсем маленьким. Ну, тут даже где-то вообще написано, там, где накачивать мячик. Так, тут вот, ну, нет, короче, тут не видно, ведь я закрасил все это, ну, многими стал маминым лаком для ногтей. Ну, в общем, это троечка, чтобы вы знали. И он вот такой вот красивый, я его покрасила. Вот. Итак, смотрите. Для этого нам нужен, как вы знаете, мячик. Вот. Мы должны построить правильный бросок. Ну, вы могли видеть то, что многие люди там бросают, ну, может быть, иногда вот так вот, или там вот так вот бросают. Нет, это неправильно. Потому что, когда вы бросаете вот так вот, то есть, ну, вы, ну, это просто такой бросок, его не надо просто тренировать, такое, ну, это просто, можно там, я не знаю, поприкалываться, покидать, но такой бросок тренировать ни в коем случае нельзя. Потому что, ну, допустим, не в штрафном броске, а когда вы, например, трехочковый бросок будете бросать, если вы вот так вот бросите, то защитнику легче вас будет заблокировать, ну, то есть, ваш бросок. Вот. Поэтому, ну, а отсюда вот так вот от груди бросать, это тоже так нельзя бросать, потому что, когда вы бросаете двумя руками сразу, то есть, вы, ну, в итоге, короче, когда вы бросаете, две руки вот так вот становятся. То есть, смотрите, вот так вот я держу мяч, и вот так вот. То есть, он, мяч либо полетит, либо туда, либо туда. Ну, то есть, потому что определенный, определенного места, ну, куда полетит мячик, нету. Поэтому нужно делать пирамиду броска. Смотрите, как ее сделать. Ну, от самого слова пирамида и так понятно. Вот, смотрите, вот, 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 это пирамида броска. Теперь очень важно, как поставить мяч на этой, на кисти. Нужно, чтобы мячик чуть-чуть был приподнят, чтобы в него вот сюда вот входил, ну, воздух, в общем, чтобы было пространство. Вот. И, в общем, чтобы вы знали, то, что указательный палец, это линия броска. То есть, смотрите, вот я бросаю и, ну, типа вот что-то такое, вот. Ну, и чтобы было еще вращение. Вот. Ну, то есть, смотрите, вот я бросаю, к примеру, вот, стою, бросаю, бросаю, бросаю и... Ну, и как бы указательный палец, это он, ну, как бы условная линия броска. Ну, так мяч может, например, ну, в любую сторону, это как бы условная такая линия броска, по которой он всегда летит. Вот. Итак, еще очень, ну, не знаю, многие берут, короче, мячик ставят именно вот так вот на ладонь. Вот. Видите, ну, знаете для чего? Чтобы когда он в полете летел, он вот так вот вращался. Нет, ну, согласитесь, красивее, чем когда он будет вращаться вот так вот. Ну, или вот так вот, так же, ну, все-таки как-то красивее. Ну, ладно. В общем, вот, смотрите. Ну, я вам еще раз повторяю то, что это просто бросок со штрафного. Это никакой не трехочковый бросок, это никакой не средний бросок, это не бросок из-под кольца. Это штрафной бросок, там, где вы сможете сами подготовиться, там, где у вас есть время, кстати, о времени, у вас есть 5 секунд на подготовку, ну, чтобы бросить. То есть, судья дает свисток, и вы 5 секунд, ну, имеете право там постучать, если вам надо, там, подготовиться и бросать. Вот, теперь смотрите еще, как, ну, дополняю, вот, вы вот так вот держите, то есть, вы уже знаете, но так бросать, как бы, не очень правильно, потому что мяч у вас может укатиться в одну сторону или в другую, поэтому его нужно придерживать левой рукой. Ну, или же, если вы левша, то тогда вот так вот наоборот. Но я прошу, поэтому я бросаю правой рукой и левой рукой придерживаю мяч. И, то есть, когда совершается бросок, вы бросаете, то есть, левая рука отпускает мяч, и вы делаете бросок. Вот, и, то есть, указательный палец, он идет по линии броска. Ну, к примеру, смотрите, вот, вот, я просто вот так вот сделаю, вот, и видите, ну, как бы указательный палец, он идет на линию броска, ну, то есть, показывает, как полетит мяч. То есть, если, например, вы бросаете вот так вот, то вряд ли мячик туда полетит, ну, в кольцо. Вот. Еще, что хочу сказать, то, что, вообще, ну, еще нужно, ну, как, согнуть желательно ноги чуть-чуть, чтобы, когда вы потом бросаете, ну, в смысле, колени согнуть. То, что, когда вы бросаете, вы потом выпрыгиваете, и то, что мяч, ну, как бы вы помогаете мячу долететь до кольца. Ну, к примеру, вот скажу так, то, что мне выгоднее, ну, когда я бросаю штрафной бросок, мне лучше прыгать, когда я бросаю. А, ну, если вы уже, там, например, взрослый, здоровый, огромный игрок, то вам, ну, прыгать вообще нежелательно, потому что, ну, стоять, ну, или же просто согнуть ноги и их выпрямить. Ну, как, в смысле, как пружина, знаете, вот. Потому что, ну, прыжок, он, скорее всего, может вам помешать забить, ведь, если вы и без прыжка спокойно забиваете, то, когда вы с прыжком еще, то мяч просто, ну, он может отскочить со всей силы и отпрыгнуть, ну, отскочить от него, в смысле. Вот. Итак, смотрите еще раз внимательно. Ну, то есть, вы стоите. Кстати, я хочу вот что сказать. Если вы, вот видите, это штрафная линия, если вы бросили, в чем еще прикол вот этого прыжка? Если вы прыгнули и заступили за линию в прыжке, ну, или даже чуть-чуть, вот так вот, совсем немного, ну, или вот, короче, если судья, короче, вам скажет, что вы запрыгнули за линию, ну, и все, можно считать то, что вы зря готовились, зря бросали. Как будто бы ничего и не было, в общем. И перебросить вам не дадут, конечно же. Это как, ну, не знаю, ну, а, короче, в общем, один раз только можно, ну, то есть, дают два штрафных, значит, один раз бросил, два раз бросил. Ну, если ошибся оба раза, все, ну, короче, не перебрасываешь. Итак, в общем, когда еще судья, ну, к примеру, говорю, не дал свисток, вы можете чуть-чуть подготовиться. Ну, там, постучать мячик, там, постучать, там, ноги правильно поставить, подготовиться, посмотреть на кольцо, там. Потом судья дает свисток, ну, то есть, вы тоже чуть-чуть еще подготовились, и вы нужно правильно еще вот так вот поставить мячик, видите, и придержать левой рукой. Указательный палец – это линия броска, и вот. Ну, поняли? Но, вообще, штрафной бросок, он очень удобный, потому что, то есть, в нем, только в нем можно подготовиться. В трехочковом броске ты никак не подготовишься, потому что трехочковый бросок, он самый богатый в игре. И его поэтому будет блокировать защитник. Ведь если вы забросите трехочковый, это все равно, что вы забросите три штрафных броска. Три штрафных броска, согласитесь, забросить, ну, как бы, немножечко сложнее, чем один трехочковый бросок. То есть, за один бросок вы получаете три очка. Вот. И поэтому штрафной бросок, короче, в общем, его нужно забивать, забрасывать, короче. Вот. Итак, повторяю еще раз. Вот, смотрите, в общем, вы стоите вот так вот, видите, пирамида броска. Тут воздух есть, то есть, мяч не лежит на ладони, то есть, он немножечко вот на подушечках пальца. Вот. И придерживаете второй рукой и делаете бросок. Поняли? Вот. Все. Сейчас я вас научил, как вот бросать штрафной бросок. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Лайки не забудьте поставить. Поняли? Лайки не забудьте поставить. Лайки не забудьте поставить. Лайки не забудьте поставить. Лайки не забудьте поставить. Лайки не забудьте поставить.